В 339-330 годы до нашей эры одна из поворотных точек мировой истории, потому что Александр Македонский и эллинизм наступает. Я буду не так подробно, как раз потому что эти моменты обычно известны, много про это рассказывают, про Александра Македонского. Моя задача это в этих клипах больше показать вот ту историю, о которой менее знают. Однако начинается эллинизм, я новый плейлист открываю, у меня был плейлист империи Железного века, где Осирия, Персия была. Персия кончается, поэтому полагается новую эпоху в истории открывать эллинизм где-то до Римской империи, потому что Римская республика это все-таки поздний эллинизм, а вот империя там уже нечто другое началось. Эллинизм на самом деле, ну, суть эллинизма какая, что греки основали по всему миру царство, по всему цивилизованному тогдашнему, да, в этих царствах сочеталась, в общем-то, греческая культура и азиатская. Но тут как бы много спорного, насколько вообще греки отличались, насколько серьезно от персов. Они сами считали, что они серьезно отличались от персов, но это скорее был такой национализм, потому что, ну, вот реально, если мы все эти греческие истории почитаем, всю эту логику, как правило, логика вся та же вот эта древняя, да, то есть насилие, подчинение и так далее. У греков, безусловно, было больше разницы самоуправлений, даже у олигархов, но определенное, в общем, самоуправление было и у персов, особенно у ранних. Вот Кир Великий, он, допустим, поощрял самоуправление городов, у поздних персов действительно, да, все скатилось в деспотизм, и во многом поэтому персы проиграли. Ну, вот в новых государствах эллинистических сочеталась философия самоуправления с определенными азиатскими практиками типа обожествления правителей. Также во многом была смешана экономика, рыночная и нерыночная и так далее, о чем я тоже, возможно, расскажу. Определенный все-таки регресс с нашей точки зрения тоже наступил, с наступлением эллинизма. Во-первых, монотеизм считается у нас более развитой стадией религии, все-таки зароастризм, конечно, это была монотеистическая религия, в принципе, в последние века зароастризм они даже определенные репрессии против язычников предпринимали в Персии, Египте и так далее. Когда языческие культы им мешали, они на них обрушивались, хотя, в принципе, терпимость была религиозная в Персидской империи, по крайней мере, на словах, на деле они часто репрессировали язычников в последнее время. Персии. Ну вот, все-таки был монотеизм, а при эллинизме вводили обратно политоизм. Надо сказать, что греческая философия, вот еще о чем, что на самом деле мало отличались. Греческая философия, на самом деле, находилась под влиянием сильной персидской мысли. То есть, греческая философия была в основном монотеистическая, в основном дуалистическая, и это явно усвоено из зороастризма, причем это прям доказано, потому что она происходит именно из пограничных с Персией зон, вот там, в Ионии, там, где они знакомились с персидской культурой, они там, собственно, и первые философы и ссылали, что они у персов это усвоили. То есть, Пифагор так и говорил, что вот он путешествовал по Востоку, или там Гераклит, вот они там усвоили эту всю концепцию, проповедуют Греции. То есть, сами греческие философы признают, что они вот этот монотеизм и дуализм усвоили, в общем-то, в Персии, добавили туда рационализм, потому что рационализм при демократии нужен обосновывать свою точку зрения, и вот сформировалась греческая философия. Но дело в том, что вот она у них была как бы для особо умных. То есть, для них монотеизм это был не культ, а концепция, о том, что вот миром правит некий разум, он, естественно, единый, он восходит к единому началу, это они хорошо понимали, они были именно убеждены, монотеисты, они не потому, что я родился мусульманином, они могли тебе доказать, что бог один. И Платон, и Аристотель, безусловно, они это доказывали рационально. Но они считали, что вот это только для умных, а дураки пусть занимаются, чем хотят, потому что они придурки. Пожалуйста, любым пусть там богам кланяются, богов на самом деле не существует, потому что есть только единый логос. Но такая у них была позиция, и привела она к тому, что в эллинистических государствах возрождается в полной мере язычество, правители себя объявляют богами, но считают, что это все вот для дураков, это все для подданных, а сами они в основном исповедуют философию Платона, там Аристотеля с единым рациональным божеством и так далее. Сами они в эту чушь, конечно, не верят. Но вот такое вот двоеверие сложилось при эллинизме. Надо еще сказать, что права женщин у персов тоже были более развитые, там знатные женщины постоянно вмешивались в политику, о чем я частично рассказывал, у греков женщины никаких прав не имели, более того, имели ограничения, как правило, они не могли даже из дома выходить без разрешения мужа и так далее. В этом плане тоже был определенный регресс при эллинизме. Определенное развитие было, да, в том, что, безусловно, греки распространяли рационализм, греки строили библиотеки, особенно в Александрии, именно публичные, а у персов была библиотека только для царя. Да, самоуправление при греках развивалось даже в этих эллинистических государствах. То есть, сложно насчет эллинизма, прогресс это или регресс. Эллинизм это, безусловно, падение афинской демократии, на которую сейчас ссылаются. Дело в том, что примерно с 19 века и до сих пор на Западе господствуют именно левые демократические режимы, напоминающие афинские. Они длительно боролись. Еще в 19 веке какой-то такой промежуточный был между левыми и олигархическими режимами. 21-й, это триумф левых режимов. Они ссылаются постоянно на опыт афинской демократии, где типологически был близкий режим, хотя отличался на самом деле. И вот тоже так получилось, что у человечества был опыт вот этой левой демократии в 5-4 веке, а вот при ленизме этот опыт весь накрылся. То есть вот эти все режимы левацкие и афинские, которые какое-то время господствовали все греции, они больше не господствуют, они живут под царями, и все это свелось к местному самоправлению. В Афинах сохраняется, там традиционное народное собрание, там и другие институты демократии, но они решают местные вопросы. И в общем, в этой форме демократия продолжает существовать, хотя реально монархия при ленизме господствует. Тоже вот вопрос, это регресс или это прогресс? Потому что вот демократические режимы сейчас считаются прогрессивными. Демократический режим Афин пал. Много по этому поводу тоже дискуссий у историков. Некоторые говорят, что демократический афинский режим не мог обеспечить, допустим, функционирование большого государства, для которого монарх нужен. Но надо сказать, что могли они, приперикли могли. Действительно, они организовали достаточно большое государство, оно было устроено как конфедерация вот этих вот демократий с сильной ролью Афин. И были конкретные механизмы финансовые, военные, по которым центр обеспечивал все-таки такое единство этого союза. То есть разрабатывали они определенный механизм, при которых могло демократическое, единое и сильное достаточно государство быть. Почему это все провалилось и человечество вернулось к монархии, не совсем понятно. Причем человечество вернулось к монархии прямо на 2000 лет. Демократия, как такой идеал, она где-то вот только, наверное, в XVIII веке начнет возрождаться, и в IV веке до нашей эры она рухнула. Демократия привела к почти 100-летней гражданской войне. Почти 100 лет, на самом деле, греки воевали с некоторыми там перерывами и так далее. И вот монархия покончила этому конец. Ну, в общем, тут много дискуссионных точек. Я, как бы, вот почему их не раскрываю, потому что я сторонник демократии. То есть я хочу, чтобы они так и остались дискуссионными. Возможно, вот при обсуждении клипа где-то на Ютубе или на Фейсбуке кто-то свое мнение выскажет. Есть традиционное марксистское мнение о том, что, значит, рабовладельческая демократия себя изжила и так далее. Но это вот просто марксизм. Они все подгоняют под свою концепцию, что в истории есть прогресс. Она близка к конфуцианству, как я говорил. То есть они фактически материю считают чем-то вроде небом конфуцианского, да, неким божеством таким, который развивается по непреложным законам, в том числе в социуме. И вот все под это подгоняют. Это, если материю богом не считать, то история становится более загадочной. И вот это вот падение демократии и падение Персидской империи, становление ленизма, это на самом деле во многом загадка. Ну вот, а события я намерен кратко излагать. Филипп, которого разбили под Византием, внезапно, вместо того, чтобы осаждать Византию, как это делали все, кто хотел Афины захватить, внезапно ударил прямо по Греции. Там его пригласили и так далее. Предлог у него был. Суть не в том, суть в том, что в 338 году Фивы и Афины договорились, два крупнейших демократических государства. Демосфен все-таки смог всех объединить. Они единой силой выставили против Филиппа, который втокся непосредственно в Грецию и не стал разбираться с проливами, в которых он проиграл, кстати. И вот там, прямо в лобовом бою, как любил Демосфен, то Демосфен много рассуждал, что Филипп подлец там неправильно действует, вот он прямо пришел в лобовом бою, разбил совместные войска Афинян и Эфиф. Вот это 2 августа 338 года до нашей эры. Это окончание греческих гражданских войн и полный крах демократической модели, как ее понимали афиняне и фиванцы. Погибло 300 фиванских юношей, то есть гвардия погибла в Фив, и потом они поставили вот этого льва, фиванцы, раненого льва в знак этого поражения. Фив он наказал, потому что Фивы ранее были в союзе с Филиппом, и получается предатели, а афинян он в основном отпустил. После этого Филипп очень умную вещь сделал, чтобы греки между собой не воевали, он все усилия грецы решил направить на борьбу с перцами, то есть он призвал всех к крестовому походу против перцев. Это позволило всю вот эту вот сволочь, которая между государствами болталась и в основном жила за счет саидческих войн, и была в них заинтересована, всех их вооружили и послали с перцами воевать. Где они пользу приносили, а не воины гражданские разжигали. Ну вот после этого организовался Каринский союз, так называемый, после этого поражения греков. Сохранилось местное самоуправление в Афинах, и даже там Демосфен продолжал что-то ораторствовать и даже против перцев клепать. Но все это уже было полностью под крышей Филиппа, это было оформлено прям юридически. То есть Македония, Греция стала автономией на юге Македонии. То есть фактически это Македонское царство все было. И в качестве вот этой автономии они дали все свои лучшие силы для похода на перцев, для новой инициативы Филиппа. В это время Артаксеркс, который победитель Египта, был отравлен, ну по официальной версии он был отравлен Евнухом Богоем, хотя может быть и сам умер. Воцарился некий Арсис, это младший сын Артаксеркса. Опять восстали египтяне. Опять их подавили. В 336 году началось наступление Филиппа в Ионии. Это еще при Арсисе было и довольно успешно. Он взял ряд городов в Ионии. То есть началось уже наступление в принципе македонцев на Персию. Арсис в 336 году тоже был убит. Далее воцарился Дарий III, последний император Персии, который смерть Артаксеркса и убийство Арсиса полностью списал на Евнуха Богоя. И это не первый раз в персидской политике, поэтому возможно это в них была какая-то штука политическая. Возможно он сам там всех поубивал и списал на Евнуха, я не знаю. Но в общем они часто так делали. Списали на Евнуха, казнили его и подавили египтян. Дарий вот успел в 30-е годы подавить египтян. Еще до того, как вторгся македонский. Но поскольку египтян только что подавили, они тут же поддержали македонского, безусловно. 337 год, Филипп готовится к наступлению на Персию, у него происходит семейный конфликт, он женился на молодой девушке Клеопатре, у него была жена Олимпиада, которая, кстати, мать Александра Македонского. Жена его Олимпиады уехала к себе в Албанию, она была албанка, и забрала туда македонского. Они начали ругаться. Ну, они долго там мирились, в это время уже идет наступление отряда Пармениона, то есть уже наступают македонцы в Ионии, но Филипп собирает части, собирается с основными силами уже подойти и наступать. Прямо на свадьбе его убивает Павсаний, вот этого царя Филиппа, прямо на свадьбе с этой Клеопатрой. Поэтому тут много гипотез, кто это устроил, возможно, и Олимпиада. В результате Александр приходит к власти, расправляется со всеми сторонниками Клеопатры, со всеми своими противниками, там его непосредственно в Македонии жестоко. Клеопатру Олимпиада заставляет покончить с собой, то есть ее соперница, мать Александра, вот эту молодую девушку, на которой Филипп хотел жениться, она ее заставила покончить с собой и приказала убить ее новорожденную дочь. То есть нравы были довольно жестокие у древних в этом плане, особенно у царей. Но учитывая, что все это заканчивалось потом претензиями на престол, все эти половые связи альфа-самцов. Значит, Александр пришел в тяжелом положении, у него было 500 талантов долго, и он еще и вынужден был отменить налоги, чтобы народ привлечь на свою сторону. Восстали фракийцы и лирийцы, то есть восстали болгары, а это был в принципе тыл. Восстали греки. Сначала пошел на греков, разбил снова греков. Подтвердил опять этот договор каринский, что Македония господствует Грецией. Там же, говорят, он встречался с Диогеном, возможно, это легенды, Александр. Потом он в основном пошел опять на фракийцев. Эти мошенники, кстати, в Дельфе, в которой пифия сидит, они подтвердили, что Александр непобедим и так далее. Но понятно, что бы они еще сказали, их бы всех поубивали, если бы они что-то еще другое предсказывали. Ну вот, значит, пошел он опять на болгар, которых поддержали также румыны, и все они назывались тогда по-другому, фракийцы, гетто и так далее. Там он на Дунае довольно долго воевал. Не только победил болгар и румын, но он еще их привлек в свою армию, у него где-то 9 тысяч потом было этих болгар в армии. Воевали, кстати, фракийцы. Александр Македонского собрал. Там, значит, части присоединился, всю территорию, район Дуная весь, к Македонии. Опять пошел на греков, которые опять восстали, поскольку основные все восстания исходили из фиф, на сей раз фифы разрушены были полностью. Все население обратили в рабство, и 30 тысяч человек продали в рабство, и вот эти деньги как раз и покрыли все долги Александра Македонского. За счет продажи в рабство всего города восставшего. Афины и Филипп, и Александр не прессовали. У Александра был учитель из Афины, Аристотель. Он, на самом деле, уважал их традиции, эти все, и демократические, и рационалистические, и ничего особенного. Афину он особенно даже не покарал. Кого-то, кто особенно много против македонского высказывался, вот их, значит, изгнали. И даже Демосфена, в общем-то, оставили, потому что он авторитетный политик, хоть и противник Македонии. Все, после этого он занялся войной, 334-й год, весна, начал наступление на перцев. 40 тысяч, скорее всего, у македонского было, и еще 10 тысяч был уже корпус, который уже в Ионе воевал, то есть 50 тысяч в целом. Из них только 12 тысяч было македонцев. Остальные были болгары, греки, фессалитцы и так далее. В общем, все народы вот этой македонской державы. Ну, кратко рассказываю. В основном у него не было денег, и он в основном казну этого Дарья искал все это время. Река Граник, первая битва, в которой кавалерия македонского победила. Предлагали сатрапы этого региона устроить партизанскую войну, но поскольку она сопровождается опустошением городов, они на это не пошли, потерять свои богатства боялись, а македонский быстро наступал. Что интересно, ряд греческих городов оказали сопротивление, например, Милет. Видимо, они при персах были достаточно независимы и боялись это потерять. То есть Милет и Галикарнас, хотя вроде македонский пришел освобождать греков, ему пришлось освобождать греческие некоторые города, хотя некоторые его поддержали. И довольно долго пришлось этим заниматься. У них был большой флот, они были достаточно богатые, несмотря на то, что при персах жили. И воевали они за свою свободу упорно. Но вот победив все-таки Милет и Галикарнас, зимой в начале 1933 года он пошел уже во внутрь Малой Азии, которая теперь Турция, прошел эти все основные районы, в основном без сопротивления, потому что там крепостей серьезных не было, а царя разбили. Царь собрал опять, Шах имеется в виду, Шах собрал опять армию. Вот где-то на границе Сирии дали сражение, но видимо место сражения все-таки выбрали македоняне, потому что у персов было преимущество, но македоняне выбрали точку, в которой был просто узкий проход между морем и горами. И там не имело роли вот это преимущество персов. Опять основное было это конная атака, то есть македоняне за счет конной атаки, за счет прорыва решали. Это обычная тактика македонского и пытался сразиться с Дарием македонским. Греческие историки утверждают, что Дарий начал отступать, хотя не был понятен еще исход сражения, но возможно это просто обвинение в трусости. За Дария воевали частично греки. В этот момент как раз персы пытаются наступать в Греции, пытаются устроить восстание в Афинах и Спарте против Македонии, но это у них не получается. Часть греков все-таки, которые особенно ненавидят македонцев, воевали в этой войне за персов, что интересно. И довольно много, там несколько тысяч. Разбили при вот этой Иссе, начали наступать на Сирию. Большинство финикийцев сдалось, но Тир тоже пришлось осаждать. То есть крупнейшие города Персидской империи сопротивлялись Македонскому, причем довольно упорно, и именно они представляли основную проблему. То есть армию Шаха он разбивал, а вот города им приходилось осаждать по полгода. Города имели достаточно сильную автономию при персах, и возможно думали, что при македонцах они ее потеряют, хотя Македонский наоборот увеличивал автономию, то есть он пытался население привлечь на свою сторону, он снижал налоги, увеличивал независимость, вставлял ту же систему, но сатрапами ставил греков. Также город Газа в Палестине достаточно много сопротивлялся македонскому. Что интересно, греческие историки вообще не замечают евреев в этой кампании. Я думаю, что тогда евреи, видимо, уже были, но я думаю, что евреи и римляне в этот момент просто были совершенно незначимы. И римляне тоже, кстати, никто не замечает. Всю эту крутую историю про древние, скорее всего, и римляне, и евреи придумали позже. Безусловно, во II веке там были евреи, устроили восстание маковеев и так далее. Это да. Но до того времени их просто очень, практически их никто не видит. Хотя какие-то вот они действительно там живут, в этих районах, да, там находят надписи и так далее, но ассирийцы их видят иногда, что они их покарали за восстание. Вот и все. Македонский даже их не заметил. Видимо, просто капитулировали, и все ничего значимого не было. Египет поддержал полностью, потому что их только что разорял Артаксеркс, только что там Дарий их покорял и так далее. Они его провозгласили фараоном. Это привело к тому, что Александр уверовал, что он бог. Полгода он пробыл в Египте, это 331 год уже. Основал там город Александрия, который стал крупнейшим городом и Древнего мира, и Египта в целом. Это, безусловно, достижение Македонского. В мае 331 года он пошел, наконец, на Вавилон. Дарий собрал новую армию. У Александра уже много воевало в частях и египтян, и финикийцев, и всех на свете. Он уже явно был вторым шахом. Битва при Гавгамеллах, это, пожалуй, решающее. 1 октября 331 года. Ну, греческие историки, как обычно, врут. Там что-то до миллиона человек участников сражения. Скорее всего, неправда. Там просто не поместится столько на этой территории. Ну, скорее всего, тысяч по пятьдесят с обоих сторон вполне могло быть. Захватили, разбили персов. Захватили казну. Вот с этой точки у него не было никаких проблем с деньгами. Захватил всю государственную казну перси. Она была огромная. Октябрь 331 года. Вступление Александра в Вавилон торжественное. Где его провозгласили уже шахом. То есть царем четырех сторон света. Затем практически капитулировали Сузы, Персеполь. Где он тоже брал большие кассы. Светочные там богатства царей персидских. Легенды ходят, что Александр сжег Овесту персидскую. Сомнительные, учитывая, что греки хорошо к книгам относились. И если бы он это взял, скорее всего бы они даже переводили в одногреческие. Ну, что-то в этом духе. Что-то там с Овестой случилось, но возможно позже. Или раньше, я не знаю. Но сомнительно, что ученик Аристотеля Александр Македонский будет сжигать произведения местной резературы и религии. Ну, 330-й год, вот тут надо закончить. Ну, тут история про сожжение дворца персидских царей имеется. Но говорят, что проститутка Таис Афинская, она призвала сжечь дворец, отомстить за то, что персы вторгались в Афины. Вот эта история с сожжения дворца в Персеполе, она вроде как была. Апрель-май 330-го года он пошел на Экбатаны в Мидию, и там Дарий продолжал сопротивляться. Он взял Экбатаны. Дарий бежал на восток, то есть примерно вот в нашу Среднюю Азию, где он надеялся поднять скифов против Александра. Но там его убил Сатра Бактри, то есть правитель Средней Азии фактически. Он убил Дария и фактически поразгласил себя персидским шахом. То есть на конец 330-го года Александр контролирует все основные регионы Персидской империи. Против него фактически восстание просто в Средней Азии и Афганистане. А так по всем понятиям и по религиозному даже оформлению Александр является шахом Персии, одновременно царем греков, царем Македонии, то есть царем северного греков, председателем Каринского союза демократического, южного грека, где формально остается демократия, фактически нет ее. Фараоном Египта, царем Вавилона и шахом Персов. Все эти должности один, значит, Искандер, вот он их на тот момент занимает.